Прогноз Организации Обнённых Наций по беженцам звучит угрожающе. К концу года в Европу прибудут 400 тысяч человек. Сколько среди них обычных граждан, бегущих от войн, а сколько террористов, выдающих себя за мигрантов, никто не знает. Но самые худшие опасения уже начали сбываться. Европейский Союз получил такую проблему, с которой еще не сталкивался. И первый кандидат на выход из этого образования уже появился. Влиятельная и богатая Британия готова объявить референдум о членстве в ЕС. Новость, которую предрекали уже давно. Сегодня днем венгерские спецслужбы официально подтвердили информацию, появившуюся накануне. Среди беженцев были выявлены два террориста. Канал М1 показал фотографии предполагаемых боевиков. На первых снимках они позируют с оружием где-то на территории Сирии или Ирака. На следующих кадрах уже передают привет и улыбаются, отмечая свое прибытие в Европу. Еще накануне глава британской партии евроскептиков Найджел Фарадж в своем интервью напомнил о том, что кризис с мигрантами будет использован для наводнения Европы джихадистами, открыто заявляла группировка «Исламское государство». О стихийной волне мигрантов, которая может нести террористическую угрозу, говорят и в Словакии. Когда террористы группируются в Сирии, как мы сможем отличить этих людей от мигрантов, которые пресекают границы Евросоюза без какого-либо контроля? Я не могу согласиться на предложение принять у себя людей, о которых мы вообще ничего не знаем. Как пишет британская Санды Экспресс, со ссылкой на одного из агентов группировки «Исламское государство», европейскую границу под видом мигрантов уже пересекли более 4 тысяч боевиков. Все это, по данным источника, часть тайной операции, которую экстремисты готовят на территории ЕС. Некоторые их планы сорвала британская контрразведка. Об этом сообщает другое издание Великобритании «Дейли Экспресс». В стране в этом году планировалось как минимум 6 терактов. Один из них в Лондоне во время торжеств по случаю окончания Второй мировой войны. Эксперты уверены, зияющие дыры на границе, через которые в Евросоюз проникают мигранты из стран с наивысшей концентрацией террористов, все равно что открытый ящик Пандоры, который несет опасность не только для Старого Света. Это несет угрозу не только странам Европы, но и нашей стране. Я не имею в виду, что сразу же начнутся какого-то рода террористические акции, что в Евросоюзе, что у нас. А скорее всего это приведет к тому, что эти люди просто-напросто начнут создавать то, что называется агентурной сетью. Скорее всего они будут заниматься более активной вербовкой, естественно. Ну и подготовка каких-то акций, что требует, естественно, более длительного времени. Попытки найти боевиков среди беженцев все равно, что поиски иголки в стоге сена, уверены эксперты. Выявлять террористов и бороться с ними необходимо на территории их формирования. Но пока в Европе нет даже единого мнения о том, что же делать с уже прибывшими беженцами. По словам восточноевропейских политологов, предложенная система квот по распределению мигрантов в Евросоюзе не просто не отражает степень ответственности стран за произошедшее, но главное не будет работать. Причиной миграционных волн являются конфликты в Ливии и Сирии, которые были развязаны с помощью Соединенных Штатов и Западной Европы. Чешская республика была против и не хочет нести ответственность за ситуацию. Но если квоты все-таки будут приняты под давлением, большинство мигрантов все равно хочет в Западную Европу. Они не хотят оставаться ни в Чехии, ни в Словакии. Другими словами, идея с квотами нефункциональна. Подтверждение этих слов — очередные многочисленные прорывы правоохранительных кордонов на границе Венгрии, такой же непривлекательные для мигрантов, как и Чехии и Словакии. Огромную толпу беженцев, местные полицейские даже не пытаются сдержать, лишь беспомощно поднимают руки. Беженцы всеми силами стараются попасть в более богатые страны ЕС, туда, где можно получать пособие и даже рассчитывать на бесплатное жилье. Ради своей европейской мечты они готовы идти пешком сотни километров и точно знают, куда путь держать. Мы просто хотим пересечь границу и идти дальше. Германия нас всех примет. И Германия принимает большинство без документов. Поездами, автомобилями, пешком только за три дня ФРГ прибрекло 30 тысяч человек. Здесь очень хорошо. Все есть. Кровати, питание. Здесь хорошо. Гостеприимство, с которым Берлин распахнул объятия выходцам из Африки и стран Ближнего Востока, уже вызвало немало критики. Как внешней, так и внутренней. Об этом пишет Wall Street Journal. И приводит слова одного из оппозиционных немецких политиков, который призывает власти мыслить рационально. Культура гостеприимного приема является выражением наивного и иллюзорного мышления. Вместо этого нам нужны реализм и чувство меры. Мы не должны идти дальше предоставления беженцам самого необходимого – продовольства и крова, потому что это привлечет еще больше людей. А финансовые проблемы уже начались. Руку помощи, похоже, не протяну даже те, кто призван это делать. Гуманитарное агентство ООН. Причина банальна – нет денег. Если взглянуть на то, сколько людей покидали свои дома в день в 2010 году, то выяснится, что их было 11 тысяч. А в прошлом году уже 42 тысячи. Это означает кардинальный рост потребностей в убежищах, обеспечении водой, санитарными удобствами, едой, медицинской помощью, образованием. Объем поступающих средств в 2015 году будет на 10% меньше, чем в 2014. Что касается финансов, мы разорены. Нетривиальный подход к проблеме продемонстрировали власти Дании. Они опубликовали антирекламу страны для потенциальных беженцев. Объявление о строгости миграционного законодательства королевства. Слова подкрепили делом. Датская полиция не пропустила на свою территорию полторы сотни нелегалов, которые не прошли обязательную процедуру регистрации. Совпадение или нет, но именно на фоне миграционного кризиса Нижняя палата британского парламента проголосовала за проведение до конца 2017 года референдума о выходе Великобритании из ЕС. Дебаты длились до поздней ночи. В итоге 316 парламентариев за, 53 против. Мнение простых британцев, похоже, тоже изменилось. Если до притока мигрантов большинство высказывалось за пребывание страны в Евросоюзе, то теперь, согласно опросам общественного мнения, 51% против. Местная пресса связывает такой результат с желанием многих жителей Соединенного Королевства дистанцироваться от разгоревшегося в Европе миграционного кризиса. А пока на севере только дискутируют о проблеме мигрантов, на юге ситуация стремительно ухудшается. На греческом острове Лесбос, по предварительным оценкам, уже скопилось около 15 тысяч мигрантов, а местных жителей всего 90 тысяч. Недовольные отсутствием паромов на материк, беженцы устраивают массовые акции протеста. То и дело возникают потасовки. При этом количество мигрантов с каждым днем только увеличивается. И рано или поздно эта волна накроет Европу. Наталья Юрьева, Нина Эшба, Антонина Кукушкина, Людмила Моисеенко и Ксения Гомонова. Первый канал.